Омне инити, эээ, инити, инити, тити, это латынь, дубина. Пер аспераэд, чё-то там, цветок какой-то, и аспера ли там в середине, ой, забей, через тернии к звёздам, вот что я пытался тебе сказать. Приветствую вас, мои дорогие боевые булочки и суровые бродяги. День Икс наступил, а вместе с ним и пришла новая эра. Кардинально так перевернув, многие вещи с ног на голову, привнося с собой огромное количество нового, меняя правила игры буквально на корню. Знаете, многие медиа по Сталкрафту и так хайпуют, как сумасшедшие на этом событии. Отдельные гении даже запускали стрим-стрима официального канала. Чёрт, да это почти как риэлторы, только те хоть что-то делают. А эти буквально транслировали трансляцию, частично воруя поток официального канала. К слову, он вырос в подписчиках почти на 30%, с чем я искренне поздравляю Эксбо. Они действительно его ведут, и я надеюсь продолжат этим заниматься. Это очень сближает разработчика и комьюнити. В конце концов, ладно, некоторые хотя бы давали свой фидбэк и реакцию на всё происходящее, ведь эмоции превыше всего. Так вот именно на эмоциях и будет строиться это видео. Да-да, дед тоже хайпует. Если честно, видео я планировал делать про золотой билет, ведь рассчитывал его получить. Но даже если по какой-то причине меня это счастье обошло бы стороной, есть знакомые, которые в его получении уверены. Для меня это впервые, и я прям готовился в ожидании, но не учёл, что вероятно из-за дня Икс, Эксбо с этим немного не успели. В прошлом году, как мне сказали, было ровно 10-го числа вечерочком, как положено. В этом не так, но мы всё ещё ждём. Меня в комментариях просили дать честную реакцию на то, что я услышал от разработчика и увидел, зайдя в новый Сталкрафт Икс. И честно говоря, прям словил кринжа, как вы с моих видосов. Потому что первое, что я заметил, как чувак на баре пытался продать креветку. Ну да, исключительная креветка плюс 6. После чего мне бросилась в глаза картина настоящего джунгля, ползающие повсюду дети в серьёзной боевой броне. Висящие на столбах разведки, целая толпа заинтересованных личностей, поставившая себе чёткую цель научиться зиговать с новыми анимациями. И знаете что? Мне понравилось. Я улыбался. И нет, не потому что я больной на голову, хотя, может и поэтому тоже. А потому что проект, в который я пусть и по-своему, но вложил немало времени и сил, провёл уже не одну тысячу часов с верными друзьями, расцвёл по-новому. Он живёт, понимаете? Дышит, развивается. Да, не всё в нём нам может нравиться. И первое время огромное количество багов, недоработок и недочётов портит впечатление. Но к этому опыт научил меня относиться с пониманием. Ведь когда всё это делает сотня людей, проверяет, тестирует, а потом выкладывает туда, где это тестят десятки тысяч, очевидно комьюнити найдёт куда больше недочётов, чем могла бы команда тестеров. Потому что их в сотни и тысячи раз больше, а значит в сотни и тысячи раз больше шансов что-то заметить. Пройдёт месяц, многое подправят и всё станет хорошо, потерпите. К слову об этом, у меня достаточно большое количество знакомых хай-топ игроков, ну вот эти вот легенды плюс 15, посплёвывали и со словами «казуальное говно», всё испортили, вышли из сети и больше не заходили. Знаете, я понимаю, почему так произошло. В каких-то моментах я с ними согласен, но далеко не во всём. Во-первых, изменения – это путь прогрессии, и далеко не все люди готовы их принимать. Есть достаточно консервативные ребята, такие как я, но я принял, потому что играю меньше года, да и в целом они мне действительно понравились, те самые изменения. А вот эти ребята по 5-10 лет играют, и по большей части для их решения поводом, как мне кажется, послужили не столько факторы оказуаливания игры, или того, что им не нравится то, куда она движется. Только то, что они просто устали. Так привыкли. Когда вы каждый день на протяжении десятка лет приходите в одну и ту же квартиру, там живёте и засыпаете, в один день переезжая, в первое время тебе всё будет не так. Ремонт может и лучше, но вот, ну неуютно и всё. Да и техника эта навороченная. Вон старая плита работала понятно и было удобно, а сейчас? В теории удобнее и быстрее, конечно, но разбираться во всём откровенно лень. Так что я бы назвал это больше выгоранием, нежели тем, что они действительно посчитали день их с концом вместо начала. Но не будем о грустном, тем более, что плюшки алдам, как по мне, выдали неплохие. Да и эти ребята рано или поздно обязательно вернутся. Куда они денутся от родного проекта? Мне неизвестно, что точно будут делать с клановой системой, ведь отчасти я, как руководитель состава, видел смысл игры в этом. Но случилось так скорее из-за того, что контента в игре было немного. И весь хай-энд контент упирался в бесконечный гринд или в откровенно плохую, по моему мнению, клановую систему. Сейчас же нового контента реально много, и я не уверен, что ушёл бы из игры, если распустил бы клан. Для тех пвп топеров, которые меня смотрят. Да, я такой же, как и вы, ребята, я тоже не всегда рад, что раздают халяву и ускоряют процесс развития новичкам. Какой топер одобрит конкуренцию, да ещё и с тем, что новым игрокам составить эту самую конкуренцию нехило так помогают разработчики. Ну, не вечно же нам разваливать кабины, вылетая стреляться один в пять. Да, всё сложнее. Ботов лично я от игроков вообще кое-как отличаю, ибо играю всего пару часов в новый сталкрафт. Но как по мне, это-то и круто. Зацикленность на вечном соревновании в размере писюна спадает, и дедушке становится интересно погриндить, покрафтить, почистить ботов, ведь теперь они не просто декорация с лутом. Блин, или это я старею? Со многих вещей я откровенно ору, например, некоторые достижения анимации или да много чего ещё. Вот как пример. То, что я до сих пор не принял и вот прям бе-е-е, ну, это, пожалуй, название артефактов. Честно, я непонятный, разбираться нужно будет недельку-другую точно. А ещё из бросающихся минусов первые часы, это, пожалуй, экономика, аукцион, цены, рухнуло всё. Всё, алло, какие алтыны по 80 тысяч? Это фиолетовая боевая броня, которая не имба, конечно, и не особо актуальна, но если чё, нормально так играется и позволяет до севера вполне себе бегать. 80 тысяч это что? Час игры новичка? 10 минут игры мастера? Фактически при текущих делах в игре отмычка, новичок, сталкер, все эти разделения просто пропали. Ты зашёл в игру, пошёл по сюжету и в первый день активной игры начинаешь фактически от ветерана, веты до мосты, всё. Всё до этого не имеет никакого смысла и стоит дешевле пачки сигарет, курение, если что, вредно. Либо всё наладится хоть как-то, либо атрофируется добрая часть изначальной задумки уровней и вещей в игре. Это факт, уверен, с этим ещё поработают. Всё остальное мне пока очень нравится, честно, у меня есть желание в это играть, особенно, когда я посмотрел тот самый синематик. Если кто-то по каким-то причинам ещё его не видел, обязательно гляньте на официальном ютуб-канале Сталкрафт. Это шедевр. Ну а сейчас это всё про мои первые часы. Совсем немного, наверное, поэтому и выходит скудно, но коли просили именно первые эмоции, вот они такие, какие есть. Я понимаю, что в ближайший месяц будут качели, а потом я получу тот продукт или очень похожий на него, который я так долго ждал и в который мне захочется играть. Извините, если разочаровал. Я люблю критиковать и мог бы, накинув возмущение, начать предъявлять за кривые вещи и все мелочи, но как творческий человек не могу. Не поднимается рука. То, что проделали Эксбо, это огромный, колоссальный труд. И именно как творческий человек я уважаю такой труд. Конечно, у меня и других людей искусства всегда есть своё мнение и методы на всё вокруг. Но если мы везде будем пихать только своё и никогда не принимать чужое... В общем, вы меня поняли. Знаете, пришлось сделать небольшую вставочку, потому что поняли всё-таки не все. Понимаете, когда я зашёл и увидел... Это не объяснит словами. С чего-то ты ловишь кринж, чему-то ты искренне удивляешься и радуешься, но вот... Тот самый парень, например, на базе наёмников. Диалог с вопросами по латыни я прошёл без словарей и подсказок. Честно. Сам и с первого раза. Латынь — это прекрасно. Когда я проходил миссию в горах, увидел её название и атмосферу, я вспомнил времена, когда я играл с таким искренним удовольствием. Капитан Прайс, ничто не забыто, никто не забыт. В общем, когда в своё дело люди действительно вложили душу, это видно. Таких моментов я заметил немало. И это действительно заслуживает уважения и признания. Вы смогли попасть мне в сердечко. У вас получилось. Молодцы. Довольство обновлением — 90%. Оправданные ожидания, лично мои — 70%. Мотивация и интерес к игре — 100%. Будем изучать, будем делиться, будем получать эмоции. И, конечно же, улучшать. На это каждый может повлиять. Вы комьюнити. Если что-то, по вашему мнению, совсем плохо, объединяйтесь и вас услышат. Ну а пока, как по мне, всё прекрасно. И именно поэтому я в деле. Пишите в комментариях, что из тонны контента Дня Икс вы хотели бы видеть на канале. Я обязательно учту. Ну и, конечно же, если вы по какой-то причине не подписаны, а меня смотрит почти 90% без подписки, обязательно подпишитесь. Давайте начнём новую эру, поможем разобраться друг другу и будем весело и увлечённо проводить время вместе. Ну а для всех хейтеров и нытиков я хотел бы закончить видео фразой из моего любимого цикла книг по вселенной Сталкера. Хлюпик, жги. И пытаешься отстоять свою придумку, защитить своё жалкое бесцельное существование. А всё потому, что тебе дальше жить страшно. Я заметил. И зона у тебя дерьмо, и люди, и себя ты дерьмом называешь. Не считаешь, а называешь. Ты зону считаешь дерьмом, но если тебя выпустить за пределы зоны, то ничего не изменится. Просто весь мир дерьмом станет. Спасибо тебе за просмотр, мой дорогой зритель. До встречи на просторах нашей новой зоны.